МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Тамара Рокетянская. Коротко о главных событиях в регионе. Паводок в Воронежской области уже начался. По состоянию на утро пятницы скрылся под водой мост через реку Росош в Подгоринском районе. Со дня на день та же участь может постичь переправы через Хопер между селами Макашевка и Губари в Борисоглебском городском округе, через реку Подгорное в Калачеевской и Линке, под угрозой и низководный мост в Петропавловском районе. Все они располагаются на дорогах местного значения, специально спроектированная для пропуска паводка и затапливаются ежегодно. Так что ситуация эта привычная, и развитие ее вполне прогнозируемо. К тому же воронежские спасатели полностью готовы дать отпор половодию. Такой вывод сделал начальник регионального главка МЧС Александр Кошель по итогам традиционного весеннего смотра сил и средств организаций, привлекаемых для работы в паводкоопасные и пожароопасные периоды. В случае чрезвычайной ситуации в бой с водной стихией готовы выйти 13 тысяч человек, свыше 3,5 тысяч единиц техники, плюс флотилия лодок. Серьезного половодия, угрожающего домам, воронежцы в этом году синоптики не прогнозируют. Однако спасатели на всякий случай готовятся к самому плохому сценарию. Обычно у нас паводок – это апрель месяц. Сейчас у нас началось уже, вот видите, середина марта, уже пошли первые мосты. Но я не вижу больших проблем. Почему? Потому что даже при наличии большой влаги земли мы видим, что в принципе у нас земли снега нет. То есть те небольшие запасы снега, которые еще остались, да, они могут представить, я скажу так, небольшие проблемы, с учетом, что талые воды могут заходить на приусадебные участки. Те места, где у нас уже произошел подъем воды и происходит уже перелив лесководных мостов, администрация поселения уже работает по устранению данных причин. У нас полностью организовано взаимодействие с администрациями. Белинского и Гоголя Донбассу повезут. Наш медиахолдинг «Уберния» и депутат Госдумы Игорь Костюкевич инициировали книжный марафон, в ходе которого идет сбор литературы для жителей новых регионов России. Только силами наших коллег по телекомпании уже собрано 2000 томов от сочинений «Дюма» до большого справочника по биологии. Эта партия готовится к отправке в Херсонскую область. Как раз ее по линии «Единой России» курирует депутат Костюкевич. Но поскольку книжная акция сейчас обретает поистине народную поддержку у воронежцев, сбор литературы мы решили продлить до Дня Победы. Подробности у Юлии Золотаревой. Стопки книг постепенно заполняют офис медиахолдинга «Губерния». Классические произведения из личных библиотек сотрудников. Поэзия, литература для детей, фантастика, детективы, труды по истории и искусству. Чего тут только нет. Книги для жителей новых регионов России принес каждый из полутора сотен работников нашей телекомпании. Когда ребята сдавали книги, у нас даже под стопками там фамилии написаны. Вот он, Дюма, пожалуйста. Значит, вот, вот. Пожалуйста. Ребята просто подошли совершенно серьезно. Идея собрать большую коллекцию книг у редакции ТВ «Губернии» зародилась еще в феврале, после встречи с депутатом Госдумы от Воронежской области, первым заместителем председателя комитета по молодежной политике Игорем Костюкевичем, который с начала специальной военной операции еще и курирует помощь Херсонской области по линии «Единой России». Парламентарий тогда рассказал, что местные библиотеки испытывают острую нехватку учебной и художественной литературы. А спустя месяц, снова приехав к нам в гости, депутат был сильно впечатлен. В первую очередь, объемами гуманитарного груза. Руководство канала, коллектив канала. Это же видно, что слов на ветер не бросает. Вот, поэтому вполне ожидаемая история. А вот объем, тот объем, который на сегодняшний момент вот здесь есть, вот это, конечно, впечатляет. В Великую Лепетиху обязательно отвезем, вот, потому что и литературу там ждут, Великой Лепетихе. А вы посмотрите на карте, где она находится, и вы поймете, о чем я говорю. Наверняка отвезем ее в Каховку, и в Троицкое, и в Новую Каховку, и в Таврическое. Вот, и в Скадовский район отвезем, ну, в принципе, и в Голую пристань, и в Железный порт. Поэтому, я думаю, что нас очень запрашивают литературу. В общей сложности сотрудникам всего медиахолдинга, каналы ТВ «Губерния», радиостанции «Наши радио» в Воронеж, газеты «Коммуна» удалось собрать более двух тысяч книг разных авторов, жанров и форматов. «Получилась акция не только для людей из Донбасса, это еще наша внутренняя акция. Оказывается, мы все любим книги. Мало того, все вернулись к источникам, что, оказывается, у нас у всех есть еще библиотеки. У нас таких несколько, вот получилось, больших, больших таких стен. И вот я смотрю, пожалуйста, вот есть, например, биология есть, большой справочник. Как вам? Я сама принесла книги, ну, различные тематики. Просто хочу сказать, что вот «Война и мир», мне даже хотелось подписать. Внести свою лепту в пополнение библиотек новых регионов России захотели и простые жители Воронежа. В газете «Коммуна» вышла заметка о сборе книг, и на нее тут же откликнулись неравнодушные читатели. Некоторые сами приносили стопки томов прямо на студию, другим для доставки потребовался целый автомобиль. Литературное собрание 90-летней Татьяны Петровны Гончаровой в руках не унести. Бывший преподаватель Политехнического института за свою жизнь накопила немало фолиантов. Среди них, кстати, есть редкие. К примеру, словарь испанского языка. По нему училась младшая сестра Татьяны Петровны, Надежда. Ее коллекция тоже отправится на Донбасс, в Херсонскую или Запорожскую область, туда, где будет нужнее. Спасибо «Комуне». Вот на прошлой неделе прям я читаю и думаю, ой, спасение. И вот начала звонить, начала все выгребать, собирать. Я каждый месяц пересылаю туда деньги. Каждый месяц. И видя такой живой отклик, воронежцев ТВ-губерния решила продлить сбор книг до Дня Победы 9 мая. К этому времени любой желающий может принести свои издания в офис телекомпании и стать участником большого книжного марафона в поддержку новых регионов России. Особых проблем перед началом агросезона в нашем регионе нет. Об этом заявили в Россоши на совещании, посвященном скором весенне-полевым работам. В нем приняли участие губернатор Александр Гусев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, руководители сельхозпредприятий. Аграрии напомнили, что по итогам прошлого года Воронежская область сохранила ведущие позиции в растеневодстве. Так, наш регион стал вторым в России по сбору сахарной свеклы, пятым по урожаю зерновых и шестым по производству подсолнечника. Осенью было засеяно почти 3000 гектаров озимых. Треть площадей пережила зиму в хорошем состоянии, столько же в удовлетворительном. Остальным посевом из-за сложных погодных условий потребуется дополнительная подкормка. Но если все же случится не урожай озимых, он будет компенсирован за счет яровых культур, подчеркнули на совещании. Руководители регионной Госдумы также отметили, что сейчас на фоне зарубежных санкций в стране приняли целый ряд новых программ, разработанных Минсельхозом. Направлены они прежде всего на поддержку инвестиционной активности или прямое субсидирование агропрома. В частности, Воронежская область уже получила больше миллиарда рублей из федеральной казны на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Хочется отметить, что в этом году наши федеральные коллеги работают очень оперативно и средства оперативно довольно сооткасаются не только поддержкой на село, но и по всем программам, которые есть в федеральном деле, практически все были доведены в конце прошлого года. И наша с вами задача сейчас, конечно, оперативно пользоваться этими средствами, помогая там и в секторе экономическом, и все те программы, которые мы с вами должны реализовать в социальной сфере, все, что запланировано на этот год, мы все программы, как я уже многократно говорил, продолжаем исполнять, не секрестируя финансирование. Это очень важно. Все теперь в наших руках, сделать быстро, качественно, и, собственно, чтобы люди могли уже этим начать производство. В столице Черноземья подвели итоги городского этапа конкурса профмастерства педагогов от призвания к признанию. Проводится он уже в 14-й раз. Преподаватели из разных учебных заведений Воронежа состязались в девяти номинациях, среди которых как традиционные, тот же учитель года, так и относительно новые, например, педагог духовно-нравственного воспитания или урок в музее. На церемонию награждения пригласили лучших из лучших. Кстати, состоялась она несколько позже, чем обычно, и на то были причины. Самый известный, собственно, с которого и начинался этот фестиваль, наш педагогический, это учитель года традиционный. Это муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». И, конечно, это другие профессиональные конкурсы, как «Психолог года», «Воспитатель года», «Классный руководитель», «Самый классный классный», ну и еще несколько. И нам очень приятно, что мы проводим несколько, может быть, чуть позже, мы обычно чуть раньше завершаем этот конкурс, но в связи с тем, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил этот год годом учителя и наставника, то поэтому мы решили совместить такое открытие в городе вот этого года с финалом нашего праздника, с нашего конкурса. Отборочные испытания конкурса шли несколько месяцев, начиная с ноября прошлого года. Оценивалась креативность, умение находить общий язык с детьми, особенности методик. Помимо грамот победители получили право представлять столицу Черноземья на региональном этапе состязаний. Ну а дальше всероссийский финал. Я участвовала в конкурсе «Учитель года» города Воронежа, и мы прошли пять конкурсных испытаний, первый медиавизитка за очный этап, далее мы давали урок, далее мы давали воспитательное мероприятие, затем мы проводили мастер-класс, ну и финальный этап – это вопрос «Учитель года». Мастер-классы касались нашего профессионального мастерства. Я, например, рассказывала о нестандартной подаче материалов, уроков литературы с помощью картин Роба Гонсалвиса. В первую очередь такие конкурсы нужны для тех, кто в них участвует, потому что, когда ты занимаешься подобным, ты нарабатываешь базу, которую ты в дальнейшем используешь в своей работе. Этим летом в Воронежской области смогут отдохнуть 500 школьников из подшефных районов ЛНР и 300 белгородских ребят. Напомню, накануне губернатор Александр Гусев получил официальное письмо от главы соседней области Вячеслава Гладкова с просьбой о помощи. В окрестностях Белгорода сейчас неспокойно. Приграничные селы периодически обстреливаются украинскими националистами. Так что организовывать на этой территории оздоровительные лагеря как минимум небезопасно. И вот уже сегодня стало известно, что путевки для ребят приобретет Воронежский департамент соцзащиты. А наши педагоги позаботятся о том, чтобы их каникулы прошли интересно и познавательно. Что же касается юных воронежцев, для них будут открыты 34 лагеря. Планируется, что за лето там отдохнут больше 22 тысяч человек. Продолжительность смен от недели до трех. Графики сейчас разрабатываются. К другим темам. Из нашего дома даже привидения уже давно съехали, а мы все тут. Так невесело шутят жители двухэтажки в переулке Советском. Аварийное здание рядом со знаменитой ротондой не могут расстелить вот уже несколько лет. Крыша течет, отопление забито. А в некоторых комнатах уже обрушился потолок. В доме даже просто находиться опасно, не то что жить, жалуются люди. Оценить состояние двухэтажки и разобраться в проблемах ее обитателей вызвался наш корреспондент Никита Селезнев. Свой дом рядом с детской клинической больницей номер один местные жители уже давно сравнивают с ротондой, находящейся как раз через дорогу. Построили эту двухэтажку после войны. Сейчас она откровенно ветхая и вся в трещинах. В 2020-м дом признали аварийным. На тот момент он уже не просто разваливался, а рассыпался по кирпичикам, которые жители вывозили тележками из подвала. Живем тут сколько себя помним, сколько живем, столько нас и сносят. Еще маленькие были, мамам обещали, еще кому-то там всем, короче, обещали. Только вот добили, что признали аварийным дом наш. Хотя в ужасном он состоянии трещины, насквозь дома. Люди мерзнут, обещают. На кухне ставят подпорки. Ждем, пока на нас все это свалится. Старая проводка, еле теплые котлы в подвале, забитая канализация, дырявая крыша – и это лишь малая часть. Но самая большая беда – огромные баки системы отопления, которые располагаются на гнилых перекрытиях чердака. К периодическим обрушениям потолка жители этой двухэтажки, можно сказать, привыкли. Но вот если упадут эти конструкции, без жертв точно не обойдется. А стоять им осталось явно недолго. Мы находимся с вами на чердаке нашего дома. За спиной у нас находятся баки многотонные с кипятком, которые подпитывают нашу утопительную систему. И на секундочку представьте, что эти баки, потому что у нас все перекрытия гнилые, эти баки рухнут в любой момент. А под нами два этажа жилых квартир. А в одной из квартир живет маленький ребенок, четырехлетний. То есть убьет всех, кто живет под нами. Прокуратура города Воронежа обещала, что в этом году мы пойдем первоочередно, потому что в наш дом идет опасность обрушения. И наш дом самый худший из всех домов, которые вообще хотят расселить. Обещали в этом году и опять одни обещания. По данным коммунальщиков, все системы этой двухэтажки изношены больше, чем на 80%. Управляющая компания просто боится подходить к дому, чтобы не сделать еще хуже. Про обновление кровли и речи нет. Она настолько старая, что может не выдержать дополнительной нагрузки и просто обвалиться. Впрочем, с точки зрения закона, это не извиняет бездействия коммунальщиков, которым регулярно платят за текущее содержание дома. На каждом доме законом предусмотрено создание института старших по дому. Старшие по дому в взаимодействии с управляющей компанией должны принимать выполненные работы. Любые невыполненные работы должны актироваться. После этого собственник имеет право, скажем так, предъявить требования к управляющей компании о снижении оплаты. Третьим направлением собственник может обратиться в инспекцию. Мы выйдем, проверим и соответствующие предписания вынесем. Вопросом переселения из аварийного жилья занимаются в мэрии. Процесс идет, но темпы от идеальных далеки. В Воронеже более 70 домов, признанных аварийными после 2017 года. Получившие этот статус раньше уже расселены. Остальным власти могут предложить лишь маневренный фонд. Во всяком случае пока. Для граждан, проживающих в аварийном фонде, предусмотрена возможность проживания в временном жилье муниципальном, до момента их постоянного расселения. Они оплачивают коммунальные услуги, которые потребляют, но не платят так называемую коммерческую аренду, только лишь найм, который составляет небольшие совсем средства. Мы готовы эти дома расселить за год, за два. То есть в свое время мы программу реализовывали до 2012 года аварийный. Там было 140 домов за 5 лет. Вы понимаете, да, то есть у нас в принципе как бы есть опыт и есть возможности. Я думаю, что в течение трех лет мы должны эту программу завершить. Но даже маневренное жилье, говорят обитатели двухэтажки в советском переулке, по карману далеко не всем. Платить сразу за две квартиры дорого. Поэтому людям остается только ждать и молиться, чтобы расселение наступило раньше, чем обрушение баков с кипятком. Воронежцы заняли первое командное место на чемпионате Центрального федерального округа по акробатике. И это приятно вдвойне, так как турнир проходил в столице Черноземья. И лучшими наши спортсмены стали в родных стенах. Всего же свое мастерство показали 388 человек из всех семи регионов, где развивается акробатика. К нам в гости приехали представители Тверской, Костромской, Орловской, Брянской, Белгородской и Ярославской областей. Воронежцы выступали во всех пяти видах программы. И в трех поднялись на высшую ступень педестала. Ожидаемы первыми стали призеры чемпионата страны Елизавета Пикалова и Егор Анисимов, члены сборной России Кирилл Агафонов и Роман Кузнецов. Не было равных и нашей четверки – Роману Люкову, Артему Логвинову, Илье Бочарову и Артему Кузнецову, которые в прошлом году в несколько ином составе были серебряными призерами первенства мира. К тому же очки в копилку команды принесла женская пара, которая заняла третье место, и женская тройка, остановившаяся буквально в двух шагах от пьедестала. Вторыми в командном зачете стали спортсмены Ярославской области и третьими – представители Костромской. Соревнования получились очень насыщенные и по количественному составу, и по качественному составу, потому что принимали участие и чемпионы мира, и победители первенств мира и Европы, и чемпионы России. То есть было представительно и было с кем посоревноваться. Тяжело, так как двое соревнований подряд, прям в ряд идут, у нас с перерывом на отдых в один день. Перед этим были соревнования заслуженного тренера СССР Василия Дмитриевича Литвинова. Ну там тоже успешно все было хорошо, без падений, ну и без взлетов таких колоссальных. На ЦФО, в принципе, достаточно хорошо сделали работу третьим днем. Первый, второй. Второй – хорошо, третий – хорошо. Первый – и хотелось бы, конечно, получше, поинтереснее. Сделали кое-какую работу над ошибочками, возможно, исправим Кубку России в Екатеринбурге. Следующим стартом для многих воронежцев станет Кубок страны. Он начнется в конце марта. И на сегодня все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий, хороших выходных и до встречи в эфире. Надежный партнер агропромышленного комплекса страны вот уже шесть лет. Компания «Агродрайв» на рынке сельхозтехники известна с 2017 года как ведущий поставщик уборочных машин, оборудования для орошения, колесных погрузчиков, в том числе телескопических, плюс высококачественный сервис и оперативная поставка запчастей. «Агродрайв» – постоянный участник специализированных выставок. В столице Черноземья, в частности, компания не раз представляла свою продукцию в рамках Дня поля и регионального семинара «Воронеж Агрокомплекс». Каждая такая презентация, как правило, заканчивается подписанием очередных договоров. Мы являемся официальным дилером сельскохозяйственной техники Марк Лемкен, Матермак, Маккормик и прочих. Также мы являемся официальными дилерами систем орошения компании «Иртек». И еще у нас есть дорожно-строительная техника компании «Ломкинг». Также мы являемся официальными дилерами дорожно-строительной техники таких марок, как «Ломкин» и «Маниту». На сегодняшней выставке особое внимание мы уделяем орудию «Рубин-10» от компании «Лемкин», которая зарекомендовала себя как надежный агрегат на полях Воронежа и Воронежской области. Мы представляем линейку итальянских тракторов «Маккормик» от 80 лошадиных сил до 300 лошадиных сил мощностью. В данный момент на выставке представлен трактор 135 лошадиных сил с высокопроизводительной гидравликой и мощной навеской. Головной офис компании расположен в Саратове, а представительство уже в десятки городов страны, таких как Воронеж, Бобров, Липецк, Самара, Ставрополь, Волгоград и Михайловка Волгоградской области. В каждом филиале полноценные отделы продаж техники, запасных частей и сервисная служба, прежде чем прийти в любой регион, компания тщательно исследует особенности и запросы каждой территории, чтобы новое сотрудничество было максимально плодотворным.